здравствуйте уважаемые зрители подписчики канала мы продолжаем проходить игрушечку рия лицом к неизвестному и мы направляемся в город местных жителей я так понимаю что все что мы видели до этого было не местными жителями но хотя я бы не сказал все-таки некоторые вели себя вполне и вполне как местные жители но мы вроде бы добрались до основного и города и пойдем посмотрим что же там интересно зачем такие сложные входы в него от кого не из обороняли сродни и медленнее этот мост насквозь прогнил ну и что шел же и нормально дошел до середины понял что мозг гнилой топ и не выпендривай великолепно и какая-то такая помесь вавилона рима венеции ну да ладно так тут какой-то подъемник явно нам нужный о да цепь его держит ключ тоже бы вот явно сейчас не сработает пока мы цепочку не отцепим то есть еще хозяина здесь нет зайдите попозже а ты кто привет у тебя есть ключ от корзины нет сэр может у хозяина есть но я не знаю и вот и сейчас нет еще мясник что ли какой-то ну ладно мужики в партуках измазанным красным мне как-то не внушают доверия так подчет тут мост какой-то обломанный да что-то такое ну ладно не очень-то и хотелось возможно говорит у хозяина есть а ты кто двухстрельный может здесь ничего нормально не работает хорошо пойдем сам город кто-нибудь есть кто-нибудь есть и кто-нибудь дома полагаю я пришел тем путем так а там по моему еще вниз можно да или нельзя сейчас досмотрим какая-то прям улица ремесленников получается потому что тот в халате здесь какие-то вывески я сразу проверю если там спуск по моему нет нет значит выше вот красиво но опять же слабо верится что здесь кто-то мог жить потому что но как минимум перила что бы сделали такой несколько сюрреалистичный город больше похоже на город из бреда какого-то да ну реально обитаемый когда-либо непрактичные что ли и переходы неадекватные добро пожаловать сюда не знакомиться с другого мира теперь ты здесь и я надеюсь все в порядке потому что в прошлый раз ты был совсем загруженным нет это не хорошо каждый приветствует меня как старого знакомого и это начинает меня раздражать я не хотела тебя обидеть прошу тебя не сердись все в порядке это началось недавно а сейчас я пытаюсь найти ключ к той корзине к лифту или чем бы то ни было боюсь я не знаю где может находиться этот ключ но может красильщик знает между прочим у меня есть ткань и я хочу ее покрасить но у меня нет времени идти к красильщику хотя я с ним договорилась может ты отнесешь ему материал спросишь его о ключе и вернешься когда ткань будет окрашена и в любом случае наблюдение за его работой успокоит тебя я уверена так ну давай по порядку во первых они тоже меня уже почему-то здесь видел во вторых смотри она мне сказала чё ключ есть у красильщика но красильщика типа нет на месте но говорит раз ты туда попрешься покрасить мне ткань у меня возникает логический вопрос если я знаю что ключ у красильщика женщина нахрен ты мне нужна со своей тканью давай он сама как-нибудь пройди тут недалеко и так далее то есть какая у меня мотивация заниматься ее ткани не ну как бы помочь то я не должна быть лестница помочь я как бы не против да но блин а смысл это никто не открывал это же как бы квест и и вот мы снова встретились что значит снова встретились я здесь ни разу не был и все вижу впервые включая людей и людям здесь все время кажется что они меня уже видели это какая-то эпидемия или дежавю странно готов поклясто что недавно здесь был человек очень похожий на тебе плохо что ты не он мне кажется он был единственным кто знал истинное положение вещей я хочу чтобы ты вел меня в курс дела или совсем недавно и весь мир кажется мне таким таинственным расскажи мне об этом я также не знаю многого потому что по какой-то причине каждый тоже занят своим расследованием или они призраки и обращаются со мной подобающе свое время не было столько времени у меня есть все что не нужно и мне кажется что мне лучше все сделать самому они ждать помощи от других вроде тебе может я разберусь возможно ли убрать воду который затопляет город и может быть ты сможешь что-нибудь с этим сделать возвращайся и мы поделимся наблюдениями так но я попробую предположить что он тоже из исследователей что-то здесь делает но по-моему у него как сказать слова с мыслью расходятся я не помню как это синдром называется но читал какой-то дичь мне прогнал вот честно говоря но да ладно спорить не буду хорошо мы с вами в принципе чё куда тут да это где-то лестница есть который мы пришли пошли с тканью к этому о чем не еще остается больше ничего как это я не помню диссонанс какой-то короче чё так вообще какой-то странный тип я хотел бы покрасить эту ткань одна женщина попросила меня об этом сэр хозяина нет а нам для работы нужен огонь я не знаю как его зажечь если хотите можете сделать это сами я надеюсь хозяин не разозлится и остановлюсь самостоятельным что здравствуйте я владик мне 29 лет я не умею разжигать огонь и ёсна ну давай я разожгу а где очень милое место зеркала здесь полно тех зеркал каких пех я понимаю что вопрос здесь озвучки перевода гугла одноголоски но блин ну ребята ну как-то хоть немножко бы ты хочешь притвориться красителем ткани линзы да значит спичек у них типа тут нет здесь получается по древней египетской технологии мы будем зажигать по ходу а где начало с окошко то есть поймете как бы это нормально что мы влазим в окно когда есть дверь до то есть это норма все заходят в квартиры через окно а вот в луч вижу почему я сам не могу посмотреть я ведь не вампир какой-нибудь ростом не вышел так хорошо это не надо ну то есть это сторону дака бесячье управление ты сторону и а как подожди я должен настроить а потом отодвинуть шторку в чем аркоманы что ли так вот как мне понять какое из зеркал он сейчас бьет посмотрев само зеркало ну допустим его еще и перевешивать надо будет по-разному которая вниз до которая нижняя но допустим все ты доволен а нет а как подожди две проекции на не 34 я бы сказал что вот так судя по блику это примерно в сторону линзы но я полагаю что дело не в этом надо будет перевешивать то зеркало которое ну понятно да которые вот тут висит на другой гвоздь потому что не попадаем до хотя по ощущениям я бью куда-то вниз вот этого вот этой тряпки а попадаю куда-то в середину этой тряпки подожди ну давай перебором что-то меняется а вот у меня такое ощущение что ничего не меняется и такое ощущение что это не нижняя зеркальца какой-нибудь вот это верхняя ну давай ну вот уже лучше действительно это верхняя они нижняя опять же она хоть и не попадает но хоть какая-то определенность так ну явно это не то надо на третье зеркало отправлять то есть надо как-то вот то зеркало перевесить вот этот стол бы посмотреть не вне ясно я могу вообще как-то вот передвинуть его нет нет не могу как ты работаешь а свет мой зеркальце так 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 короче где-то по ободку получается есть точки с уверенностью сказать не могу где эти места потому что ведет себя абсолютно неадекватно есть такое ощущение что они условно говоря рандомно генерируемые что ли но как не мира не условно а вот мы края отогнули и теперь надо вот точно где-то на другой стороне ободка то есть вот почти весь этот ободок он получается активный то есть надо как-то так нажать хитро вывернуто или нет здесь все-таки позиционированы не понимаю я пока во вторых как это как это влияет то есть мне было бы в разы проще если б я не задвигал обратно этот кусок ткани вот это то есть отодвинули и погнали настраивать и так загадка мне не из приятных на самом деле я абсолютно не понимаю ее логике потому что я направил судя по отражению вот в этот угол а он все равно бьет куда-то туда то ли у меня точка осмотра не то то есть если я грубо говоря направил вот в этот угол и бьет он мне щас типа как за спину но при этом бьет туда на стену значит получается что я должен настраивать где-то сейчас объясню я должен настроить где-то примерно вот в это место чтобы он отразился в зеркала но при этом он отражает в зеркала если мы здесь выставляем зеркала ну то есть если я поставлю вот на стену зеркалами или конкретно на зеркало на дно он реально будет бить на то зеркало но если я ставлю извините на угол другой стены да то есть ставлю вот сюда и она бьет куда-то вот сюда то это зеркало по моему маленьком мандит друзья то есть как я это вообще должен настраивать то есть я не понимаю чет меня хотят я понимаю что я должен пульнуть куда-то вот наверно вот это зеркало и им им уже подкорректировать или но вот эти они по-моему так точно не ставятся но как это настраивает если я ставлю на точку суда а бьет она аж сюда то есть какая-то ерунда по моему кто-то мне тут конит маленькой если не сказать более открытым текстом вот опять же да вот в эту точку я направил зеркало а бьет она на стену но я предполагаю что в нижние хорошо давай попробуем нижние иногда вообще непонятно как его настраивать то она крутится то она не крутится она вообще крутится или может это не нижние нижние вообще нафиг не надо ну вот похоже на линзу поставил ну давай вообще куда-то нет я понимаю что это вопрос оптики да то есть мы стоим не совсем под лучом поэтому мы видим искажения дает я прекрасно понимаю но но не настолько же искажение это же нереально это как-то я вообще по моему не на него направила куда-то вообще куда направил давай сильно отклоним и попробуем понять в какое зеркало мы сейчас пуль 0 тоже тряпочка у нас на шарнирах тряпочка у нас не может вот тут просто остаться чтобы дядь саша понастраивал это вот теперь ты заработала зеркало да вот ты молодец какое ну а давай опять же попробую спозиционироваться не может я чет не понимаю в законах оптики да но блин вы серьезно ну давай вот так на палку я даже понять не могу я от какого но вроде бы от центрально собрать только над пониже опять же в теории я должен наклонить зеркало под эту тряпку на практике я даже не понимаю вот вроде в линзу да он не в линзу значит надо правее давай правее так что ли ну допустим так 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 Ну тут два положения, тут либо так, либо так. Ну давай вот так, допустим. И что? По идее, если я так наклонил, она сейчас вверх должна бить. А она, по идее, так не бьет сейчас. А тут два режима, и она стояла уже в этом режиме. То ли я не попал в линзу, то ли одно из двух. Вот что отличает сам... А, ну, ох, ни хрена себе, ты еще и так двигаешься. Вот что отличает мист от клонов, места. Да, иногда клоны места настолько заигрываются с тем, что они делают, что... Они делают это криво. Они делают это через жопу. О, по-другому я назвать это не могу. То есть, если ты делаешь в 3D оптическую загадку... Ну серьезно, Карл, она должна быть нормальной оптической загадкой. А не вот этим, вот. Так мы не попадаем в камин. То есть мне, я так понимаю, туда на дрова надо попасть. Да еб, красоте. Вот так я не попадаю. Вот так я не попадаю. как-то чуть-чуть подстроить тоже не получается она изначально стояла вполне себе неплохо вот реально ну давай вот так что-то более-менее близкое но опять же а попадаю я там в нее а то я просто из-за херового 3d не могу понять вот я щас в линзу попадаю или я вот тут рядом бью или я где-то вот тут чуть дальше бью то есть я попал в линзу вообще я просто не могу отойти если я отойду я закрываю вот эту вот шарнирную тряпочку то есть задача понятно усложнение ее понятно а вот как ее решить непонятно я из-за чем не так подгорает от настолько кривой загадки я пытаюсь вот как-то может но нет тут тоже опять же сильно топорные изменения тут нельзя точно подстроить поэтому я наверно все таки позицию правильную взял ну вот так если еще попробую дал отойди ты от этого зеркала нет так высоко так высоко это точно должно быть где-то под тряпкой линзы друзья линзы да ладно правда линзы ни хрена себе я думал нет а тут окажется линзы да вот так по-другому никак все нормально рожок я скажу так друзья если здесь зеркала ведут себя так неадекватно то я понимаю почему наш славик 29 годиков не может разжигать огонь это во-первых во вторых что там за луч света такой бронебойный почему нельзя тот же самую дырку в стенке сделать где-то поближе к камину а не делать вот это я уже в жил по всей квартире вот зачем как бы прекрасная работа может тебе сменить профессию все да отлично покрасил где ключ мой скажите мне пожалуйста я пришел за ключом а не красить белье тут чет красное взял ладно я уже покрасил зачем мне еще красить и ну ну ладно пускай будет так сейчас еще на столе посмотрим потому что я на столе вроде не смотрел а так я ключа не вижу то есть видимо все таки действительно ключи у самого подмастерия у самого мастера а может быть он у этой тянки просто она не признается короче понесли и ткань потом разберемся так и и и О, спасибо огромное! У меня для тебя особый подарок, который будет тебе полезным. Это очень таинственная вещь, такая же таинственная, как и ты. Этот медальон может замораживать воду, но иногда его сила теряется, потому что он не хочет замораживать воду в Нижнем Городе. Может, он слишком грязный, может, магия перестала работать, но в любом случае я не могу найти ему применение. Пожалуйста, возьми его. Ладно, я могу допустить, что амулет наделен некими задатками разума, и он просто не хочет замораживать. Или тут какие-то специальные воды пекут. Но сказать, что он не замораживается, потому что он грязный, ты что, мать? Ты больная, что ли? Что с тобой не так? Ну, возьми пемалюксиком там его, пожмах, и там что-нибудь с ним поделай. Алхимик был прав. Я действительно сделал это профессионально. Хрена, а ты там накрасил? А, может, и добавить красного? Ну, вообще, есть такое стойкое ощущение, что это какой-то код или комбинация. Потому что ящерица, рыба, змея. Ящерица, рыба, змея. Сминог. Корпион. Хлебец. Хлебец. Хорошо. Не докрасил, видимо. Так, талисман умеет замораживать воду, но здесь он не работает. Звучит как что-то бестолковое на самом деле. Ну, ладно, спорить не буду. Так, а этот чудил, он тут где-нибудь? Эй, рад встретить тебя снова. И таки, да. Еще ключ к корзине, которую нашел там, на мосту. У тебя его нет, правда? Нет, я даже не знаю, кто мог это сделать. Я никогда не использовал эту дурацкую вещь. Я думаю, что это не слишком надежно. Спроси у других, кто тебе встретится в городе. Рабинович не видел ключик. Рабинович не видел ключика, да. Какой ключик? Садочка, ты видел ключик? Кого я еще встречал в городе? Подмастерье немощного тянку и тебя. Да, и все, больше никого. Мне, в общем-то, нигде особо не надо было замораживать воду. Я единственное могу предположить, что воду, может быть, стоит заморозить вот там, на переходе. На вот этом мосточке, который подтоплен, типа, как пройти по нему, чтобы. Но уверенности нет. Давайте еще к подмастерье сгоняем. Может, у него что-то есть. Или его там уже не будет. Там ключ у него должен быть, в конце концов. Надеюсь, эти ворота не задержат тебя. Ты можешь открыть их, чтобы попасть в другую часть города. Ты увидишь там все отчетливее. Не думаю, что ты достигнешь здесь многого. Ну, понятно. Это как бы цель, что нам делать. Я, опять же, не совсем понимаю, че этот дух ко мне привязался. Зачем он за мной следует всю игру. Одна из серьезных проблем таких игр, мистойда, в том, что они придумали что-то сами себе. И сами в себе же и понимают то, что здесь происходит. То есть, хреново доносится сама сюжетная часть до игрока. То есть, че, вот он за мной ходит, этот призрак. Че ему надо от меня? Привет. У тебя есть ключ от корзины? Нет, сэр. Может, у хозяина есть, но я не знаю. И вот он сейчас нет. Вадик, 29 годиков. Просто кошмар. Просто кошмар. Дай мне ключ. Морда. Зайти мы к нему не можем. Че делать, я тоже, честно сказать, не понимаю. Единственное, да, вот мысль у меня заморозить вот здесь кусок места. Но здесь не похоже, чтобы был какой-то проход вообще, в принципе. То есть, туда бы пройти, но непонятно. Ну, ладно, разберемся, наверное, в следующих уже сериях, друзья. Че-то я залип с этими зеркалами тупыми. Вот реально тупыми. По-другому не могу сказать. Я обычно очень лояльно отношусь к старым играм, к попыткам повторить что-то мистойное. Но прямо иногда прям вымораживает. Вот просто. Поэтому, че-то маленько подгорел. Но бывает. Большое спасибо вам за внимание. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте ваши оценочки. Рекомендуйте канал знакомым. И до следующих серий. Всем пока.